Откуда деньги в сетевом маркетинге? Этот вопрос возникает у многих. Непонимание приводит к тому, что люди опасаются сетевого маркетинга. Считают, что это обыкновенная финансовая пирамида и вообще обман чистой воды. Чтобы внести ясность, давайте попробуем разобраться, откуда же деньги в сетевом маркетинге. Для этого рассмотрим, откуда вообще берутся деньги. Любой бизнес строится на продажах. Нет ни одного легального бизнеса, который бы позволил получать доход без продаж. Это могут быть продажи сырья, материалов, продукции, услуг, вашего времени. Целью любой продажи является получение дохода. Например, для производства мебели нужно дерево. Деревья заготавливаются в лесу и затем продаются заводу. Причем продаются по цене, в которую включены все затраты и еще желаемая прибыль. То есть люди, занимающие заготовкой леса, ценой на этот лес компенсировали затраты на технику, на бензин, на оплату рабочей силы, и получили доход. То есть доход возник в результате продажи леса. Завод по производству мебели изготовил из этого леса стулья, столы и другие вещи. Подсчитали все затраты, включили сюда желаемую прибыль и назначили цену. Допустим, 100 денежек. По этой заводской цене продали фирмы, которые скупают большими партиями и затем перепродают в магазины. Такие фирмы называются фирмами оптовой торговли. Их существование оправдано тем, что заводу надо сбыть быстрее свою продукцию, чтобы вернуть затраченные деньги и получить прибыль. А магазинам не нужны крупные партии товара. Им выгоднее, чтобы было всего, но по чуть-чуть. Оптовики закупают большое количество одинаковых по заводской цене и затем более мелкими частями у них покупают магазины, но уже по оптовой цене. Оптовая цена выше заводской и включает в себя все затраты фирмы оптовика и прибыль, которую хочет иметь эта фирма. Пусть затраты вместе с прибылью увеличили цену товара на 20 денежек, то есть оптовая цена осталась 120 денежек. По этой оптовой цене товар покупают магазины, которые затем продают его, но уже по розничной цене. В розничную цену закладываются расходы на аренду помещений, на электричество и так далее. Также в цену закладывается зарплата работников и, конечно, прибыль, которую хочет иметь хозяин магазина. Допустим, что цена увеличилась еще на 20 единиц и стала 140 денежек. Потребитель покупает товар, если он ему нужен и если его устраивает цена. О том, какая у товара была цена, когда он продавался с завода, потребитель не знает, и большинству людей это и не нужно. Главное, что такой товар есть и что цена вот у него такая, что его можно купить и пользоваться в свое удовольствие и пользу ради. А если товар хорош, то потребитель расскажет о нем еще и своим знакомым. Когда товар дошел до потребителя, его цена увеличилась со 100 до 140 денежных единиц. Эти цифры все условны. В реальности они могут отличаться и не обязательно меньшую сторону. В нашем случае 40 денежек ушло на поддержание работы оптовиков и розничной торговли. Это не учитывая рекламы. Так работает привычная и пока традиционная для нас схема возникновения движения товаров. Теперь давайте рассмотрим, что происходит с возникновением и движением товара в сетевом маркетинге. С возникновением все понятно. Для производства необходимо сырье, которое закупается. Из сырья производится продукт. Считается, что затраты прибавляют, считаются затраты, прибавляется прибыль и получаем заводскую цену. Пусть это будет те же самые 100 денежных единиц. Этот товар продается потребителе за 140 денежек, как и в предыдущем случае. Потребителя товар устраивает и он готов покупать его за 140 единиц. Если товар хороший, то он потребитель, расскажет о нем еще и своим знакомым. Как видим, разница между заводской ценой и ценой, по которой товар был приобретен, составляет те же 40 единиц. Но здесь они распределяются не между оптом и розницей, а среди людей, через которых информация о продукте дошла до потребителя. Эти 40 денежек являются вознаграждением и прибавляются к заводской цене на самом же заводе. Петр купил товар по совету Тани, она покупала по совету Маши, а Маша узнала от Игоря, Игорь от вас. Все до 4 уровня вверх, через кого Петр узнал о товаре и потом купил, получают с этих 40 денежных единиц свое вознаграждение от завода. Как видим, все довольны. Петр получил хороший проверенный товар, советовать покупать плохой Таня вряд ли захочет. Завод окупил свои затраты и получил прибыль, а Таня, Маша, Игорь и вы получили дополнительный доход. Величина этого дохода зависит от того, сколько людей купят товар, узнав о нем, от вас и от тех, кому вы рассказали. Как это происходит? Вы искали какой-то товар и наконец нашли, но продадут его вам, если вы зарегистрируетесь и укажете того, от кого вы узнали о товаре. Регистрации сейчас уже, наверное, никого не испугаешь. А данные того, от кого узнали о товаре, у него же и спросите. Купив товар и начав им пользоваться, так или иначе вы расскажете о покупке своим друзьям и знакомым. Кто-то из них, к примеру, Игорь, также захочет его приобрести. Вы даете ему адресы и свои данные для регистрации. Как только Игорь покупает товар, на ваш счет на заводе перечисляется вознаграждение в размере 100 денежек. Вы же зарегистрировались, а Игорь указал, что узнал о продукте от вас. Дальше уже Игорь рассказывает и своим знакомым. И среди его знакомых, например, Маша, покупает товар. Как только она купила, на счет Игоря и на ваш счет перечисляется еще по 10 денежек. Дальше товар по рекомендации Маши покупает Таня, а по рекомендации Тани покупает Петр. И каждый раз на ваши счета перечисляется по 10 денежек. В результате получается, что от всех этих покупок на счету Таня будет 10 денег, у Маши 20 денег, у Игоря 30 денег, а у вас 40 денег. Обратите внимание, что перечисления на счет происходят только после того, как товар куплен потребителем. То есть прибыль или доход возникает только после продажи товара. Нет продажи, нет прибыли. Теперь представьте, что о товаре от вас узнали и прибыли этот товар двое Игорь и Лена. От каждого из них тоже двое, от тех тоже двое и так далее. Если посчитать всех, кто стал пользоваться товаром по вашей первоначальной рекомендации, то получится 30 человек. Из каждой покупки вы получили вознаграждение 10 денежек, то есть вы получили 300 денежных единиц дохода. Это больше, чем вы потратили на покупку товара. Получается, что вы заработали 160 только тем, что рассказали и порекомендовали купленный вами товар своим друзьям и знакомым. Вы выступили в качестве рекламного агента и за хорошие результаты вашей работы получили вознаграждение в размере 140 денег. И теперь, когда вы это поняли, если вы захотите зарабатывать больше, то будете рассказывать не только о качественном товаре, но и о том, как можно заработать. И чем больше людей узнают от вас и поймут, тем больше доход вы будете иметь. Как видите, ничего сложного и страшного. Все просто. Вы рассказываете о товаре и возможности заработать. Это и есть ваш бизнес. Теперь давайте еще раз посмотрим на схему продвижения товаров. Просто сравним, как работает традиционная схема продвижения товаров и продвижение товара в сетевом маркетинге. Для простоты сравнения представим, что там и там выпускаются одинаковые товары. Разными являются только упаковка и название. Как видим, само производство остается одинаковым. И там и там нужно сырье, нужны машины, механизмы, люди, электричество и так далее. Соответственно, и заводская цена предположим будет одинакова. Розничная цена или цена, по которой этот товар покупает потребитель тоже одинаковая. Отличие только в том, что разница между ценой покупки потребителем 140 денежек и ценой продажи завода 100 денежек в первом случае распределяется среди оптовиков и магазинами розницей, а во втором среди людей. Как видим, сетевой маркетинг работает в сфере сбыта продукции и не затрагивает производство. Производство работает само по себе. Если производства не будет, то сетевого маркетинга не будет, впрочем, как и оптовиков и магазинов. Если нечего продавать, то зачем нужны структуры для продажи? Теперь посмотрим с точки зрения построения бизнеса. Организовать бизнес в традиционной схеме продвижения товара, как правило, требует значительных первоначальных затрат. Это оформление документов, аренда помещения, оплата труда рабочих, первоначальная закупка и так далее. Например, что нужно, чтобы открыть магазин? К тому же, значительная часть вашего времени полностью будет потрачена на бизнес. Если вы перестанете уделять своему бизнесу достаточное количество времени, то, скорее всего, он загнется. В сетевом маркетинге тоже требуются затраты, но они не столь значительны. Организация бизнеса заключается в том, что нужно найти людей, которые, как и вы, хотели бы иметь свободное время и финансовую независимость и научить их искать единомышленников. Если таких единомышленников наберется достаточное количество, то вам можно будет ничего не делать, а доход вы будете продолжать получать. Вы будете иметь свободное время и будете иметь доход. Это вполне реально. Как видите, ничего сложного. А на вопрос, откуда берутся деньги в сетевом маркетинге, можно смело ответить. Деньги в сетевом маркетинге берутся от продаж, как и при любом другом методе распространения товаров. Есть продажи, есть доход. Нет продаж, нет дохода. Никакого обмана и шаманства. Это те самые деньги, которые ушли бы оптовикам, магазинам и на рекламу. С вами был Николай Куртуков, дистрибьютор и один из основателей Международной школы инвестиций и финансов Айсиф.